Человек не признает ничего. Я спрашиваю, скажите, Надежда Константина Крупская, кто такое? Кто такая? Ни один не ответил. Пишет, говорит, одна только школьница ответила. Говорит, какая-то коммерсанша. Я говорю, коммерсанша. Жена Ленина. Даже этого не знают. Она говорила, религия, тире, узда для масс. Узда, как конюха, добро закладывать, железо затянуть. Верующий он никогда не будет этого делать. Вот у нас сейчас там военная операция тоже везде. Как вы к ней относитесь? Ну, у меня там все отвечено. Мне уже не надо отвечать. Я там ответил уже трижды примерно. Ну, и к нам в деревню нахлынули. Надо в армию идти. Но заранее наши уже отнесли. Согласно Конституции разрешена альтернативная служба. То есть от службы не отказываются, но форму надевать не будут, присягу не принимают, оружие в руки не берут. И месяц прошел только. У нас взяли его Никита звать. Пришла благодарность родителям. И он на кухню. Он работает. Он не пропьет, не продаст, ничего нет. И все, он живой. Если в плен попадут, а его кто будет убивать? За что? И варить надо, и там готовить везде. А другие, которые, глядя на него, решили тоже, говорят, а как вы докажете, что вы верующий? Его доказали. Туда поехал священник. И встретился с ним. Он мне находится в ныщатке, мне. От племянника. И уже пришла грамота. Я могу скинуть ее, даже показать, как она выглядит. С Богом. Моя биография, когда вот зайдете там в скайпе, в сайте, уже скайп у вас есть, в сайте, там книги мои перечисляются. Одна из них, для слова Божия нет уз. Для слова Божия, для проповеди нету кандалов. И как моя жизнь шла. Сколько раз меня арестовывали. Как я шел по тюрьмам в лагере. Освобожден только в 87 году, 25 марта. Помилование Президиуму Верховного Совета СССР. 210 политзаключенных вышли на свободу. А теперь я реабилитирован со всеми льготами. Все. И вот это, где я сейчас нахожусь, это место, которое мне государство много должно было. Много, очень много. Потому что в 80-е годы я насчитал примерно 50 томов книг. Составлял целые режиссуры. И артисты участвовали. По государственным расценкам, они мне должны 11 миллиардов по тем деньгам. 11 лет шел в суд, и я его выиграл. Ну, я реабилитировал, еще на мне не было, и все это. А меня еще только не делали. Там и руки выкручивали. Это же в общей сложности. У меня около 26 лет. Там и психиатрия, и все замешано. А теперь все снято, как ничего не было. Видите, какую биографию? Не я ее делал, а они делали. А они меня посылали. Мне Бог дал знания нескольких языков. Меня сослали туда, где я язык не знаю. Я сразу его изучать начинаю. Какие языки вы знаете? Ну, я в свое время занимался. В школе языка никакого не было. Не было. Вот немецкий язык у меня ушло 6 месяцев. По-английски 4 месяца. Латышский 3,5 месяца. Я у немцев говорил в собрании их проповеди. Это Бог делает. Это только Бог может сделать так. Как вы относитесь к католикам и протестантам? Ну, как протестанты? Это от Мартина Лютера, значит, от 1517 года. Для нас это еретики. Католики, церковь. Церковь со множеством заблуждений. Вот это все эти крестовые 11 походов. Индульгенции. Деньги прощают грехи. Инквизиция. У нас этого не было. Было там эпизодически. Было. Вот так. Поэтому ко мне отношение другое совсем. Я никогда, нигде, никому не подыскивался. Патриархам всем писал письма в ООН. Генеральным секретарям Хрущеву, Брежневу, Андропову. Всем. Что за все будет суд Божий. Меня вызывали, допрашивали. А подкопаться никак не могут. Потому что я заботюсь о добре. Что вы думаете о философе Ильине? О каком? Ильин фамилия. Иван, если я не ошибаюсь. Иван Ильин. Ильин. А, это русский историк. Ну, самое положительное. Вы верите в исключительность русского народа и православие, да? Православие. Брат у меня священник. У нас с тарелкой по храму не ходят. Деньги не собирают. Ни за крещение, ни за что деньги не берутся. Мы готовим человека к окрещению. Вот у меня, когда я вел занятия, одновременно в пяти университетах, то подают заявление. И от трех до пяти лет подготовка. Почти 500 часов. А сегодня даже пять минут не хотят говорить. Поэтому у меня очень много врагов и много друзей. А враги какие? Ну, они так, врожденные. Они мне не враги. Если они поносят, велика награда на небесах. Потому что они все за деньги. Бизнес церковный им строили. Вот как вы, в частности, к товарищу Гундяеву относитесь? Товарищ Гундяев. Патриарх Кирилл. Кирилл слово персидское означает солнце. Ну, никак. Как относимся? У нас заповедь есть. Молиться за старей, за начальствующих. Мы молимся за Путина, за Зеленского, за Байдена. За всех правителей, каких знаем. Что был мир на земле. Вот. Ответ один. А, говорит, от чего от этого военная операция? Ответ один. Книга пророка Иеремии, 48 глава, 10 стих. Вот где есть корень. Этого никто не сказал в интернете. Это я первый говорю. И когда доказываю, они в шоке. Все оправдано. Перед Богом. А как звучит так? Проклят, кто дело Господне делает небрежно. И проклят, кто меч Господень удержит от крови. Все. Вот в этом все. Я потом так подробно расшифровываю, показываю, говорю. Ну что, Илья, можешь приходить теперь с друзьями, с родными, с близкими, заранее вопросы написать. Я отвечаю по пяти параметрам. Запомни это. Не то, что там я знаю все. Вот, допустим, я стою за капитрой в университете. А в это время поступает записка. А у меня Библия, если я где-то на конгрессах там где-то выступаю, то Библии нет. Но я говорю, где ответ. Вот, в Библии вот здесь вот, а 77 книг. Ее считать медленно 90 часов требуется. Я отвечаю, какая книга. А книга разбита на главы. А главы на стихи. Это бывает срочки 2-3. Я цитирую с точностью до одной буквы. Это невероятно. Дальше. Что по этому вопросу говорят святые отцы? Только не уходите, выслушайте. Это 300 томов. Что говорит церковное право? 712 правил, параграфов. Я называю на один и тот же вопрос. Что говорят жития святых? 1173 биографии за 19-летие. И пятый параметр. Что говорят 300 поэтов мира за 200 лет? Это 20 тысяч файлов. То есть мои ответы не имеют аналога в мировой литературе. Это все в книгах отображено. Стихотворение у меня вышло. 4 тома. Каждый том 800 страниц. Такого нигде не бывает. Стихи обычно брошюрками. Это 800 страниц. Каждое стихотворение 9 куплетов. На 4 строчки 9 и 4. 36 строчек и эпиграфы из Библии. Примерно 85 положено на музыку, поются в интернете. И это все вы получаете даром. Звучит заманчиво. Да, но я повторяю, что у меня нет гуманитарного образования, нет религиозного. Я практик, технарь. Но я верю в Бога и у Бога все выпрашиваю. Ко мне обращаются каждый день со всех стран буквально. Помолиться. То болеют, то выехали. То у него там такое нехорошее дело. Мы за всех молимся. Это у нас называется щетки. Утром мы встаем в 4.40. В 5 начинается дозвон. И молитва идет полчаса. А потом через 2 часа 10 минут. Каждые 2 часа опять дозвон. И мы все друг друга нужду знаем. Вы были когда-нибудь на земле обетованной? Меня многократно туда уже приглашали. Даром поехать. Никогда не поеду. А зачем? Там из друга сумочки выхватывают. Я все это знаю. Зачем? Мне это ничего не даст. Ни грамма. Я читаю Библию. Ежедневно. 60 лет. Вот вы зарядите сейчас один ролик такой. Запишите. Как я приехал в то место, где обратился. Я работал на море. Служил на море. 52 года в пути. Игнатий Лапкин. Зарядите. Это один ролик. Вы со мной будете вместе плакать. 52 года в пути. Игнатий Лапкин. Венспас, Латвия. Открылась? Пока нет. Сейчас давайте. Откроется. И вы посмотрите. Мы разойдемся. Вы внимательно. До конца прослушайте. Увидите, как полиция приехала тут. Как я всех награждаю. Нашел, да. 52 года в пути. Точка Игнатий Лапкин. Венспас, Латвия. Что-то неладно. Она должна открываться сразу. Я открыл. А открыли? Ну, тогда все. Вот как все там посмотрите, ознакомитесь, тогда позвоните. Если я буду дома. Потому что у меня сегодня такое дело. Я далеко должен съездить. Мне 83 года. Я за всю жизнь не сказал ни одного мата. А работал с заключенными. Сам сидел. И в армии был. На большой должности. А Господь сделал так. Мой рот не опоганился. Я не знал женщин. И поэтому 83 года. А я говорю, как будто мне 30 лет, не больше. У вас обед безбрачие? Нет, конечно. Она вот рядом. Но обеда никакого нет. Это его дело, человека. Я говорю просто, что незаконное сожитие женщины у меня не было. И поэтому Господь разум сохраняет так. Написано, такие люди в старости сочны, плодовиты и свежи. Библия говорит 3000 лет назад. Я когда начинаю говорить, они за голову хватаются. Я говорю, какой там язык знает. Я говорю, ну вот смотри, я тебе показываю, слушаю. I am Christ. This whole Bible. Do you understand me? See you, please. Если по-немецки надо, я тебе скажу, как это звучит. Самый главный стих Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Очень интересно. Вот, Илья, давай заходи. Значит, друзьям, знакомым, близким скажи. И ты нашел источник абсолютно без обманных ответов. Никому не угождая. И тем более, когда зайдете по сайту, там 55 папок вот так выстроены. Ну, там работа, политика, экономика, социология. Я там отмечаю студентам. В полиции занятия много лет вел. 4124 ответа. Сохранившихся. 4124 ответа. Когда вы прочитаете, вы тогда скажете цену им. Когда никому не угождает человек, никому. Там, Гуганяев, там, или кто-то. Я сколько там говорил, где он не прав. Почему не прав? Я стараюсь, чтобы он исправил жизнь свою, потому что ему будет трудно на том свете. Не так, что я православный, я его хвалить буду. Ни этого никогда не было. Так, ну все, Илья, отхожу. Давай. С Богом. В скайпе мы уже друг друга не потеряем никогда. А в рулетке вторая встреча не предусмотрена. Только стущайно. Отошел. Отошел.